Доброго времени суток! Продолжаем публикацию наших видеодневников о работе. И на сегодня хотелось бы остановиться на каком-то важном материале. Оценка качества я не буду делать повторно в видео. Оценку качества я делаю сам себе самостоятельно. Есть у меня на эту тему видео, как это делается, вот эта оценка результатов. Там смотрите, найдите где-то, где-то оно есть на канале. Или следите просто за публикациями, тогда все вам будет понятно. А в связи с чем хотелось бы, вот важный момент, давайте сегодня поговорим о браке. Не о том браке, который заключает, скажем так, под марш Мандельсона. А поговорим о другом браке. О тех, возможно, ошибках, которые происходят при не ошибках, а именно браке. Это не обязательно должна быть ошибка. Это просто могут быть необратимые потери, которые происходят в процессе такой вот работы. Такой вот деятельности, работы с мицелием. Значит, с чего бы нам начать? Начнем продолжение нашей темы о выращивании. Вот тут видите, вот хороший механический таймер для упрощения ваших многих работ. Так, продолжение повествования о наших вот этих флакончиках. Значит, да. Вот сейчас мы достанем. Я специально знал, что будем делать вот такую публикацию. И вот покажу, я специально отложил его при низкой температуре, хранился вот этот флакон. Для того, чтобы немножко остановить рост того, что происходит здесь. Здесь, как мы видим, как мы видим, что это совсем не мицелий. Понятным образом. Что это какие-то мокрые капли на фоне агара. И вы должны знать, что врага нужно знать в лицо. Так вот, такие мокрые капли, которые появились во флаконе, это вообще никакой не мицелий. Это субстанция из рода бактериоза. То есть это бактерии. Это микроорганизмы из совсем другого такого мира. Это бактерии. Они дают вот такой бактериоз. Что это именно, это дрожжевые бактерии или что это, мы не знаем. Но, значит, смотрим, вот еще можно, видим здесь, что это штамп P80 серии 2. И вот, вот какой показательный момент. Смотрите. Это штамп P80 серии 2. Посев сделан 9 января 2015 года. И вот сразу вам показываю, видите, это тоже штамп P80 серии 2, который сделан 9 января 2015 года. Но, как мы видим, две совсем большие разницы. Здесь идет прекрасный рост клеточной культуры, которая по внешнему виду очень похожа все-таки на мицелий. А здесь мы видим тот же самый серия, тот же самый штамп, но вот такой тотальный бактериоз. О чем это может свидетельствовать? Только об одном, что в процессе посева произошло инфицирование этого флакона. Но инфицирование не связано с самой культурой. То есть культура во флаконе абсолютно качественная, живая и хорошая. А вот эти результаты получили из-за того, что попадание бактерий произошло именно при самом процессе инокуляции. И теперь возвращаемся. Здесь очень видим такие красивые, кругло-радиальные, растущие мицелии. Так, вот. Цвет у них белесый, как вы видите. Очень такой белесый. Но возникает вопрос у начинающего грибовода. Или миколога, скорее уже. Миколога. А как же отличить вот этот белесый, это мицелии грибов, или это какая-то, скажем, другая инфекция. Или это не вешенка. Для этого нужно иметь вот такие образцы, которые у меня здесь есть. Я их давайте буду озвучивать на белом фоне, чтобы так было хорошо все видно. И сейчас мы посмотрим. Я все-таки, несмотря даже на всю важность публикации, это бактериологическое оружие вскрывать не буду. Ни при каких обстоятельствах. Итак, давайте будем анализировать, что здесь происходит. То есть, четко, вооруженным глазом видно голубоватую плесень, которая растет на этом флаконе. Как вы видите, здесь подписано, что это шиитаки серия 1. Немножко позже мы вернемся именно к этому вопросу, насчет этой серии. А вот сейчас остановимся вот на этой культуре. Я вам сразу скажу, что когда вы видите вот такой голубовато-серый цвет, вы его можете видеть не только на пассивных стекляшках, значит, в пассивных стекляшках, вы его можете видеть на ваших блоках. Сразу вам скажу, чтобы вы знали, вот этот голубовато-серый цвет, это пенициллин. Как он взаимодействует с вешенкой? Видите, да? Как они сильно отличаются друг от друга. Мицелий грибов, то есть вешенки и мицелий, который плесень пенициллина. Как они взаимодействуют друг с другом? Значит, взаимодействуют таким вот образом, что они, вешенка не в состоянии бороться с пенициллином, пенициллин не в состоянии бороться с вешенкой. Значит, каждый остается при своем. Иногда такие погрешности бывают при посеве на блоки, и на блоках можно видеть эти ограниченные пятна, ограниченные белыми целями вешенки, и ничего страшного, эти блоки можно дальше использовать, ничего страшного дальше не произойдет. Значит, таким вот образом растет пенициллин. А здесь вот, вот это интересно. Я вот, например, у себя на мониторе камеры, я здесь очень хорошо вижу, и думаю, вам очень хорошо видно, и очень хорошо понятно, что здесь мы видим разного цвета. Какие-то растущие клетки. И видите, что те, что находятся по центру, они имеют четко зеленый цвет, те, что находятся более так по периферии, вот видим, приблизительно на 12 часов тоже такая зеленая округлая культура, и справа от нее находится серая, потом где-то часов на 5 находится тоже серая, и потом где-то на полседьмого тоже еще такая огромная серая культура. Как видим, у них как кольца на деревьях, да, видно на камере, они такими волнами растут, это, скорее всего, зависит от температуры помещений, они такие, рывкообразный такой вот рост, скачкообразный или как, поступательный. Как видите, если посмотреть, ну, в камере, естественно, это относительно, но сам пушок, который находится наверху вот этих культур, он все-таки имеет белый цвет. В дальнейшем, при созревании таких культур, они обретают уже свой цвет, ярко такой выраженного краса, и то, что вы видите серого цвета, это пенициллины. То, что вы видите по центру, это триходерма. Два триходерма, это, если пенициллины, ну, такое бывает загрязнение, это халатное отношение к дезинфекции, или неумелое отношение к дезинфекции, но, в принципе, это не фатально. Но вот то, что находится по центру вот этой зеленой, это бич божий всех грибоводов, потому что это триходерма, еще по-другому ее называют, триха. На блоках она выглядит точно такого же зеленого цвета, в мокром виде она становится такая бриллиантово-зеленая, она присутствует везде. Я могу вам с гарантией на 100% обещать, что она есть у вас даже в данный момент на руках. В спорообразном виде она очень живучая. При культивации грибов в период осень-зима-весна мы с ней встречаемся очень редко, но при культивации грибов в летний период, когда триходерма разносится просто ветром, при любых обстоятельствах, скажем так, то такие вещи мы можем наблюдать на блоках. Вот она примечательна тем, что если она попадает в блок, то приблизительно за три дня она этот блок просто-напросто уничтожает. Это является отличительной чертой ее от пенициллина. Она будет бриллиантово-зеленого цвета и приблизительно съедает блок. Остановить ее фактически невозможно. Такие блоки можно сразу не задумываясь выбрасывать. Результата из них не будет никакого. Это во-первых. И во-вторых, эти блоки будут разносить инфекцию по вашему помещению. Вот на сегодня пока все относительно заболеваний и бракировки, которые происходят в работе. Вы не забудьте внизу, там есть такая вот кнопочка, или такая, или такая. Не забудьте оценить это видео и следите за каналом. Завтра я расскажу что-то очень важное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!